Ах, моя нога, ты застыла. Боже, к мне нравится жара. Ну и на мой взгляд, я сегодня пошла губы, товарищи. Моя женщина. Всем здрасте, товарищи, ну и жара у нас. Я не просто так долго не появляюсь, потому что я в такую жару просто не могу снимать. Я не представляю, как можно снимать в такую жару. Я сейчас открыла окно. Слово богу, сегодня есть весер, такая жаркая бриза, но по-другому я не могу, просто не могу снимать. Мне срочно нужно куда-то уезжать или покупать кондиционер. Безумно жарко у нас, безумно. В любом случае, сегодня, как я вам обещала в прошлом видео, я вам покажу покупки одежды, которую я сделала в Мадриде. Я немножко добавила также одежду, которую я купила просто за последнее время, уже все в одну кучу. Соединить, поскольку видео о одежде, чтобы все было в этом месте. Шатей, если вы видите, что у меня с волосами что-то непонятно, это тоже все из-за жары. У нас супер-супер сухо в горах, и у меня волосы становятся, значит, такими полками, и теряется вся форма, и непонятно, что с ними происходит. Я уже, наверное, часа два сейчас пыталась что-то с ними сделать, так ничего не получилось, поэтому оставила как есть. Итак, первое, что я сегодня вам покажу из одежды, это это платье, которое я вам показывала уже в Инстаграме. Его я купила в Израиле буквально неделю, полторы недели назад. Я уже в нем успела походить, успела в нем вывыть на израильской свадьбе. Оно джинсовое, относительно короткое, с двумя карманами, супер простое, супер удобное, очень такое женственное. Безумно оно мне нравится сейчас, вообще вот эти все платья, которые падают с плечей, они очень-очень как бы вошли в тренд. Я взяла самое такое, как мне показалось, спокойное, уравномешанное, и даже если тренд выйдет из моды, чтобы это оставалось на уровне классики. Поэтому, да, очень им довольна. Я вам в Инстаграме уже сказала, да, в Инстаграме это показывала. Кто со мной еще не дружится в Инстаграм, самое время, ссылочка внизу, обязательно заходите. Также летом я покупаю супер много футболок, потому что у нас жарко, и я очень-очень часто меняю футболки. Хочу вам показать, они немножко намочились водой, потому что у меня разлилась минералка прямо на всю одежду, потому что я же габиумная, пришла, значит, с стакана минералки, поставила его здесь, он у меня упал, и я разделся на одежду, так что это немножко намочилось. Значит, купила себе пару буквально новых футболок обновить, вот купила вот такую вот, это, кстати, я купила в Мадриде, вот такая вот, сделанная из льна, очень такая приятная, лен, наверное, с чем он, не помню, в общем, такая вот, она немножко кроп, она, знаете, что мне напоминает, она напоминает мне короткий кафтан. Вот, также купила вот такую вот просто футболочку, такую вот разноцветную, хотя я не очень люблю разноцветную, но мне понравилось, как она на мне смотрится, поэтому купила. Также купила вот таких, это в H&M, кстати, очень хорошие футболки, белая футболка, must have у каждого в гардеробе, еще такие просто футболки, которые будут так легко по летнему сидеть красиво, вот таких вот купила штуки, три, по-моему, две белые, вот эту вот синюю, две белые в прачке, очень хорошие, они сейчас 2 плюс 1, так что в любом H&M можете зайти, посмотрите, они сделаны 100% вискоза. И вот такую вот полностью мокрую, потому что она намочилась, купила тоже такой вот кроп, кроп, извините, что она мокрая, извините, что вам показываю мокрую, но она буквально сейчас от минералки намочилась. В общем, вот такая вот тоже кроп, кроп свитерок футболка, это я тоже покупала в Мадриде, в United Colors of Benetton, и сзади у нее вот такая вот, есть прозрачная вставка, видно вообще что-то? Аль ничего не видно, в общем, да. Вот такие вот футболки я купила на это лето, все остальные вещи, что я купила на это лето, будут какие-то более осенние, что ли. Если честно, я не особо планировала, давайте вам расскажу, как я вообще, что я хотела купить в Мадриде. В Мадриде я составила список, составила список базовых вещей, что я хочу для себя купить. В мой базовый список входят блузки разных фасонов, которые подходят мне, рубашки, вы знаете, что я полный фанат рубашек, вы, кстати, меня просили сделать, кто-то из вас просил мне сделать коллекцию моих рубашек, и если вам интересно, скажите мне в комментах или поставьте лайк этому видео, как вы хотите, чтобы я знала, что вам интересно. Что я хотела еще купить? Хотела купить джинсовую юбку, хотела купить стренджкоут, хотела купить нюдовые лоферы, хотела купить серые конверсы, в общем, у меня целый список, чего я хотела купить, такое, знаете, составляю себе свой базовый гардероб. Если вы хотите, чтобы я поговорила о своем базовом гардеробе и как я его составляю, что входят в базовый гардероб, тоже дайте мне знать. В общем, я купила мало чего, но что-то купила. Вообще, как-то в Мадриде с покупками у меня не шло, хотя здесь вещей немало. Так что, давайте начнем, кстати, с обуви. В общем, купила себе вот такие вот нюдовые лоферы, они мне безумно понравились. Они просто сели по ноге. Я, знаете, их зашла в магазин, там было почти во всех магазинах 50% скидки. Я зашла, их увидела, одела. То есть, я даже не знала, что за размеры на себя одела. И у него прошу второго. Он ко мне подходит подорез, я могу, дайте мне второго, пожалуйста, ботинка. Он говорит, какой размер? Я говорю, не знаю. Я так и не поняла, где смотреть здесь размер. Вот я до сих пор не знаю, где смотреть здесь размер. Но, как ни странно, когда он взял и посмотрел, он сказал, это 38-й. Ну, 38-й это мой размер, поэтому да. В общем, купила вот такие вот. Они мне безумно понравились. Они лоферы, лодочки, все вместе. Они выглядят и женственно, и с джинсами, и с платьями совсем. Они идеальны. Это такой относительно нюдовый. Ну, я не знаю, здесь есть розовинка, да, есть здесь какая-то розовинка. В общем, такой идеальный нюд для меня. Очень давно такие хотела. По-моему, это одна из самых замечательных базовых вещей, которая вообще должна быть у каждой. И сейчас я очень ищу себе и такие нюдовые босоножки на лето, и нюдовые туфли. Не все это так просто, поэтому я ищу. Ну, в общем, да. Одно из своего списка я выполнила. Безумно мне нравятся. Они, конечно же, кожаные. Я покупаю только кожаную обувь. Я уже это не раз говорила. Кому интересно, извините, если вы видите Донина волосы. Блин, они откуда не хочешь приходят? Я даже не вижу, есть они или нет. Это фирма GEOX, кому интересно. Следующее, что также было в моем списке базовой одежды, но на самом деле это не одежда, это домашний халат. Я давным-давно хотела такой, знаете, а-ля шелковый, такой женственный, красивый халат домой. Но все, что я мерила, все, что было у нас, мне как-то не особо нравилось. И в Европе есть магазин, и там это называется, и там, и там, и там. Я прочитала бы это как и там. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, если я неправильно говорю. В общем, зашла, увидела, влюбилась. Купила себе вот такой вот халат. Он коротенький, то есть он, ну, коротенький, выше колена, ниже попы, коротенький. А просто вот такой вот халат, он идет как халат-кимоно. Мне понравился его серый цвет и его цветы. Хотя я цветы не люблю, вы это знаете. Абсолютно не люблю одежду с цветами. Ну, как-то вот у него такая вот нежность. Я, конечно же, зашла, его померила, чтобы видеть, как он смотрится на мне. И влюбилась. И я его сразу купила. И в моем списке, в общем. Следующая, поскольку приближается осень. И я всегда ищу такие, знаете, самые обыкновенные, простенькие базовые вещи. Я купила себе два таких, две кофточки, свитерка. Даже не знаю, как правильно это назвать. Один, вы, наверное, многие его видели в Заре. Вот такой вот, просто вот такой вот свитерок. Здесь вот с такой прозрачной вставкой. Выглядит это, кстати, очень все симпатично. Такой темно-синий. Все, кстати, очень много сейчас вы синего увидите. И, конечно же, куда габит без полосы. Купила себе такой вот полосатый. Вечером вот эти вот хлопчатобумажные изделия, которые идут с зеленой биркой. Они относительно качественные. Я их очень люблю. В общем, нашла такую полосатую. Знаете, ничего особенного. Самый обыкновенный. Но я такие кофточки очень люблю. И осенью, и весной, и зимой. Поэтому всегда, когда... Тем более по скидке. Она, по-моему, стоила 7 евро. Всего сразу схватила. Также еще одна простенькая такая кофточка. Вот такого вот голубого цвета. Такого нежно-пастельного голубого. Она очень интересная. Она идет... Она шла только в двух размерах. Или S, или M. То есть, наверное, на маленьких и на побольше я, конечно же, взяла M. Она идет, как, знаете, как немного удлиненная. И как немного... Как расходится. Как колокольчиком. Может сложиться ощущение, что когда вы ее носите, что вы больше, чем вы на самом деле. Или что у вас есть живот. Поэтому нужно, что там какое-то длинное украшение спереди класть. Для того, чтобы это давало такую прямую линию. Более вытягивало. И не складывалось впечатление, что вы более шире, как колокольчик. Но она мне тоже очень понравилась. Она сделана немножко как байка. И как раз такой рукав, в который он чуть меньше трех четверти. И я такие рукава очень люблю. В общем, да. Теперь давайте вам покажу все рубашки, что я купила за последнее время. Вы знаете мою любовь к рубашкам. Поэтому давайте покажу. В этом году в H&M летние рубашки просто супер классные. Они делают летние рубашки из такого тонкого-тонкого хлопка, стопроцентного. Очень защищенные рубашки. Очень легкие. Лежат замечательно. Я как-то купила в последнем влоге, который был 100 лет назад в Тель-Авиве. Я в одной рубашке с H&M. Такая клетчатая, простенькая. Безумно классная. Даже в супер жаркое время. Я себе еще две прикупила в H&M. В одной вы меня уже видели тоже в прошлом видео. Значит, первая вот такая вот зеленая. Я, кстати, была немного неуверена в плане этого зеленого цвета, потому что мне он кажется теплым. Но если честно, когда я его прислоняю вот так вот с синим и даже с темно-синим, он же как бы, его желтизна не выражается. Поэтому я и решила взять. Она была последняя, эта кофта там. И я, кстати, ее видела на сайте. И на сайте, когда зашла в их аппликацию, на сайте увидела их. Я занесла себе в, как бы, любимчики, чтобы обратить на нее внимание. И потом, когда увидела в Матриде, сразу же взяла. Это был мой размер. Он единственный на кофте, в общем, остался. Я взяла полурубашка, да, пуговки до половинки только. В общем, да, очень такой нежный, классный хлопок. Как раз на нашу осень, на нашу весну. И также вот эта рубашка, которую вы видели, меня в прошлом видео с ней снимала. Да, тоже супер-супер легкий, тонкий хлопок. Я уже купила в Израиле без скидок, потому что я пришла, увидела, влюбилась. Думаю, ладно, подожду, пока добудут скидки, но сейчас померю. И начала искать свой размер. Были все размеры, в особенности маленькие размеры, 36-34. Но моего размера не было. И единственное, я нашла своего размера, я ее схватила, померила и решила, что я ее куплю. Я ее не буду оставлять на потом, а вдруг потом не будет. Она мне очень понравилась, такая, знаете, клетчатая школьная рубаха. Она самая обыкновенная, она относительно длинная. Ее можно наполовину, как я люблю, заправлять в джинсы, в юбки, в шорты. В общем, она мне дико понравилась. И она, опять же, такой легкий хлопок. В Мадриде я себе купила вот такую вот рубашку. Она уже более такая oversize. И она синяя, она голубая. У меня, по-моему, какая-то любовь на голубой цвет. Вы посмотрите, сколько у меня голубых вещей, синих-голубых. Но я как-то не могла ее оставить. И я ее оставила один раз. Я потом зашла в этот же магазин в другом месте. И думаю, нет, я тебя уже оставила. Я второй раз тебя не оставлю. И ее купила. Она, по-моему, была очень дешевая. Но я только не помню, если есть тут еще эта самая бирка. Она, по-моему, стоила 7 евро тоже. Что-то очень дешевое. Это было в Pull&Bear. И также в Pull&Bear я не смогла не оставить, то есть я не смогла оставить вот такую вот настоящую джинсовую рубашку. Сделанную из стопроцентного хлопка джинс. Такой самый настоящий, но тяжелый. Я обожаю джинсовые рубашки. Я обожаю носить джинсовые рубашки с джинсами. Сочетать их что-то темнее, что-то светлее, наоборот. В общем, не смогла оставить. Она такой, знаете, классический, настоящий, старый джинс. А, вот тут тоже есть цена. Они одинаково стоили. 7,99, 8 евро. И, конечно же, гуляя по Заре, Габи, увидев вот эту вот рубашку, не смогла ее тоже в Заре оставить. И пришлось взять. Ну, что поделать. Кстати, Зара как-то, я не знаю, меня... Я обожаю Зару в Израиле. Просто обожаю. Это мой самый любимый магазин в Израиле одежды. Обожаю Зару. Ну, я в Мадриде ничего там не смогла найти. Чересчур много скидок. У меня разбегались глаза. Вроде хотелось все, но все, что я мерила, как-то смотрелось некрасиво. Вы помните мое правило, все, что смотрится на нас, я не беру. На мой вкус, конечно, да. Я могу из этих вещей что-то на себя сейчас одену и сказать, что на тебя это нехорошо смотрится. Главное, чтобы мне нравилось. В общем, я не помню, сколько эта рубаха стоила. Она мне безумно понравилась. Она очень-очень длинная, с одним карманом. Вы, наверное, многие увидели. Она, по-моему, популярная. У нее темно-темно-синяя полоска. И она мне очень понравилась. Следующее, что я вам покажу, брюки, которые я купила уже в Израиле. Опять извиняюсь за Донину шерсть, потому что они лежат сейчас на кровати. Это была находка. У меня было типа что-то подарочное карте в манго. И я один день поехала, нужно было их потратить, потому что она что-то там заканчивалась. Срок голодности у нее нужно было потратить. В общем, пришла в израильский манго в Гранд Каньоне в Хайфи. Замечательный там манго. Очень хороший, очень он мне нравится. В общем, пришла, глаза у меня разбежались. Там миллион одежки есть. Как раз тогда я купила это платье. В общем, иду я, значит, и вижу штаны. Смотрю на штаны и думаю, о, прикольно выглядят. Они такие 7 восьмых. То есть, да, идут до лодыжки. Но смотрю на два размера. Не мой размер, на два размера больше меня. Я давай смотреть, какие штаны искали, где есть. Нигде не нашла. Вот просто одни где-то валялись. Где, знаете, когда много скидок, все валяется. Думаю, ладно, возьму. Потому что, знаете, так как взяла, думаю, вроде не такие же небольшие. Взяла, зашла в раздевалку, одела. И вы знаете, когда вы одеваете вещь, и она, знаете, шита просто по вам. Все шито. Вот тут везде идеально. И материал идеальный. И сидит идеально. На мой взгляд, эти штаны сидят на мне просто идеально. По всем критериям. Идеальнее я найти не могла. Хотя размер написан на два размера больше. Но какая мне разница. Пусть там будет хоть не 10 размеров больше написано. Главное, что на мне они идеально сидят. В общем, просто обыкновенные черные штаны. Которых украшение это Донина шерсть. Вы понимаете? Да. В общем, обыкновенные черные брюки. Которые тоже были в моем списке базовой одежды. Потому что у меня нет ни одних черных брюк. Помните, когда я делала видео в чем, что в моем чемодане и что я с собой беру в Мадрид? Я летела в Мадрид в белой большой такой рубахе. И в черных тайцах. Всегда забывается слово на русском, как тайцы называются. Ну, в черных лосинах, назовем их так. В общем, и тут, когда мы были в Мадриде, я нашла магазин. Я такой магазин не знаю. Но я знаю, что он есть в России. Вы его точно знаете, наверное. Наверное, кортифиль. Кортифиль. Вы знаете такой? Я не знаю, как правильно прочитать. Кортифиль. Вот такой вот магазин. В общем, там тоже, конечно же, были скидки. Я даже могу сказать, сколько это платье стоило без скидки в рублях. 3 990 рублей оно стоило перед тем, как я его купила. Я его купила за 20 евро. Такое вот платье в виде рубашки. Вот такой вот расцветки. Оно длинное. Единственное, что не было размеров. Поэтому взяла единственный размер. И он большой. Он немного большевает, но ничего. Как раз такой оверсайз. И немножко меня тоже смущало, что тут есть такой бежевый цвет внутри. Потому что это создает более теплый цвет. Но как-то его холодно-зеленый вместе с черным. Этот теплый цвет делает более нейтральным. Поэтому я и решила взять эту расцветку ромбиками. Я люблю разные ромбики, квадратики, полосочки, треугольнички. Это то, что я люблю. Я не люблю цветы. Я люблю именно геометрические фигуры в одежде. В нем будет, по-моему, замечательно летать. Более в такое холодное время года. Потому что он все-таки из сделанной синтетики. Чтобы не путеть летом. Летом больше та белая рубаха в самый раз для меня. Но в любом случае она мне понравилась. Единственное, что мне в нем не нравится, это золотые пуговки. Поэтому, зная себя, я их очень скоро поменяю просто на белые. И последнее, что я вам сегодня покажу из своих покупок одежды. Это вот такую вот накидку, которую я купила достаточно давно. Но я вам еще ее, по-моему, не показывала. Если показывала, извините, что я повторюсь. Но я точно, по-моему, не показывала. Она была тоже у нас супер дикой скидки. И изначально ее цена была, по-моему, в раз 10 дороже, чем я ее купила. Я, конечно, бы никогда в жизни не купила, нежели она там была 4 или 3 евро. Вот такая вот леопардовая. Но мне понравилось, что это леопард. Черно-белый. Это вот такая вот длинная-длинная накидка. Как бы, как кардиган. Я надела и мне понравилась. Вообще, я понимаю, что мне нравятся вот такие вот длинные кардиганы, нежели короткие. И чтобы у них была рука в три четверти и широкие. Вот это вот мое. Мне это нравится, мне как-то в этом очень комфортно, уютно. В общем, купила. И даже если я это часто не одену, за такую цену жалко было это оставлять. И я думаю, что с каким-то просто черным платьем, даже с джинсами, с какой-то футболкой. Или даже с шортами. В общем, мне кажется, что можно этот черно-белый принт куда-то присобачить. Ну, не знаю, мне понравилось. Я не знаю, что вы думаете. Мне кажется, это симпатично. Ну что, это были все мои покупки. Я вам еще хочу сделать по поводу новинок. Потому что у меня есть несколько других новинок, более аксессуаров. Которые я занесу в немножко другое видео, которое будет снято позже. И также я вам хочу сделать видео о магазине Asus. Который вы все знаете, что я тут заказываю. Показать, какие новинки я купила. И что я вообще обычно заказываю. Что мне нравится, что мне нравится, что я советую. Думаю, это будет полезно, потому что это очень популярный магазин. И многие из него заказывают. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить с ним пальчики вверх. Мне это очень важно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И на сегодня все. Мы увидимся очень скоро. Пока.